Сразу признаюсь, я не люблю импульсную винтовку Red Death, или Красная Смерть. Она не нравилась мне в первой части Destiny, она не нравится мне во второй, но при этом я знаю, что этот экзот одно из самых сильных оружий, которое добавлялось в игру с финальной формой. Но мне лично вот, ну, не лежит оно в руках. Бывает у вас такое, вот все играют с каким-то оружием, говорят какое оно крутое и метовое, а вы с него вымучиваете каждый килл. Напишите в комментариях, что бывает. Пожалуйста, не хочу думать, что только у меня такое. Ну так вот, по этой самой причине я и не делал видео о Красной Смерти на релизе финальной формы, а добрался до нее только сейчас, полтора месяца спустя. Но я бы даже сейчас этого не делал, если бы не появление в игре катализатора для этой винтовки, так что повод все же маячил перед лицом и надо делать. Винтовку Красная Смерть можно получить только из сезонного абонемента. Не важно, покупали вы эпизод или нет, вам дадут этот экзот. Разница только в том, что если покупали, то дадут сразу, а если нет, то только на сороковом уровне пропуска. Что же до катализатора, его также можно получить в сезоннике, точнее во второй его части, которая открылась с релизом второго акта эпизода Эхо. Он лежит на 145 уровне. Добраться до него на первой же неделе второго акта мне помогло в выполнении сезонных испытаний. Они дают ну очень много опыта, особенно те, что с двумя или тремя плюсами. Так что главный источник развития и прокачки для пропуска и артефакта, это вот эти вот ребята. А ну и само собой, катализатор лежит на бесплатном треке, так что его могут забрать все игроки, даже те, кто не покупал дополнение финальная форма в делюкс издании. А почему не покупали? Наверное не знали, где можно удобно пополнить кошелек Steam, да? Ну так давайте я об этом тоже быстренько расскажу. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет самой низкой комиссией на первое пополнение – 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Знакомимся с пульсой как в первый раз. Главный перк экзота – Искупление. Кстати, в оригинале – Redemption. Red Dead Redemption. Ну, понимаете отсылку. Так вот, перк гласит. Добивающие попадания этим оружием исцеляют вас и увеличивают скорость перезарядки. Перезарядка после добивающего попадания исцеляет союзников поблизости. Исцеление от попаданий – это мгновенное плюс 120 хп, которые при этом еще и не имеют кулдауна. Затем, после убийства и перезарядки, винтовка еще и исцелит союзников поблизости от нас, давая им плюс 60 хп. Уже звучит интересно для потной командной игры, согласитесь. Но у винтовки есть второй перк – Обратная зависимость. Когда вы наносите урон этим оружием, повышается его удобство, сопротивляемость смещению прицела и скорость перемещения. А при сниженном здоровье это оружие наносит дополнительный урон. То есть, после получения урона это оружие наносит дополнительный. Ну и простое нанесение урона увеличит вашу стабильность в прицеливании, что, конечно, очень важно, особенно в пвп. Что касается увеличения урона, то он делится на 3 уровня, в зависимости от того, сколько здоровья вы потеряли, а точнее, сколько сломано вашего щита. Например, в пве, когда начинает ломаться ваш щит, ваш урон увеличивается на 10%, если у вас меньше 60 единиц защиты, урон увеличивается на 20%, но как только ваш щит будет сломан полностью, урон увеличится на целых 40%. Помним, что эта винтовка по умолчанию наносит больше урона по врагам с красной полосой здоровья, поскольку это экзот, так что у вас в целом очень приличные цифры будут в пве против мелких противников. В пвп этот баф к урону активируется также, только вот сам бонус к этому урону будет меньшим. За аналогичные пороги пробития щита вы получите в гарниле плюс 2, плюс 4 и плюс 6 к урону соответственно. Какие-то слезки. Но вернемся в пве. По факту, перки этого экзота позволяют вам играть смелее и быть более спокойным при этом за свою выживаемость в перестрелках. Потому что как только вы становитесь слабее, то есть ваш уровень здоровья снижается, так же ваше оружие становится сильнее. Оно быстрее, оно точнее, оно больнее бьет и оно тут же лечит вас и ваших напарников по команде. Но давайте теперь перейдем к контенту поновее. Катализатору. Получив каталики с пропуска, как я ранее сказал, отправляемся настреливать убийство в его прогресс, например на привычную шурачи. И через 20 минут и пару послушанных на фоне видосов, ваш катализатор готов к использованию. Что он дает? Добивающие попадания заряжают это оружие. Когда оружие заряжено, следующее добивающее попадание создает возле вас вспышку исцеления. И оставляет после себя сущность, которая дает союзникам эффект воссоздания. Звучит довольно сложно, так что давайте по порядку. Добивающие попадания заряжают это оружие. Не путать, перезаряжают. Чтобы зарядить это оружие, нужно сделать всего 2 кила. После чего в левом нижнем углу экрана появится баф, сообщающий о том, что красная смерть заряжена. Само же оружие будет немного светиться, дополнительно указывая на полный заряд. Но это видно едва-едва. И вот для чего этот заряд нужен. Следующее убийство, которое вы совершите с помощью красной смерти, породит исцеляющий взрыв вокруг вас. И он даст вам бонус к восстановлению Х2, который продлится 4 секунды. В ПВП для получения полного заряда требуется лишь одно убийство. А значит каждый второй килл с этой пульсы будет увеличивать восстановление для вас и еще и ваших напарников. В компетах или испытаниях Осириса это может стать ключом к победе для вашей команды. Эффект восстановления очень хорош. Благодаря ему вы получаете по 50 хп за секунду в ПВЕ и плюс 25 хп за секунду в ПВП. Но давайте почитаем описание катализатора дальше. Оставляет после себя сущность, которая дает союзникам эффект воссоздания. Какую еще такую сущность? Как только вы убиваете противника, на вашем месте появляется и остается на какое-то время такая светящаяся, ну да, сущность, пожалуй, назовем ее. Ваши напарники могут ее подобрать, чтобы получить бонус к восстановлению. Что по внешнему виду, что по функциям, это очень напоминает лечебную гранату. И хоть в отличие от гранаты, эту сущность никакой варлок не превратит в турель, как свою гранату. Все же шлем видения глашата – хороший выбор для тех варлоков, кто хочет примерить полноценную роль саппорта для своей команды в ПВП. Пульса сильная сама по себе, а в комбинации со шлемом у варлока появляется способность и лечить товарищей по команде, и ставить турель. Ну и разумеется, раз это оружие так крепко связано с исцелением и эффектом восстановления, нельзя не сказать о том, с какими способностями и фрагментами в подклассах оно сочетается лучше всего. С угольком благосклонности, наложение эффектов воссоздания, исцеления и сияния на союзников ненадолго ускоряет восстановление гранат, способности ближнего боя и классовых способностей. С угольком небо, добивающее попадание с помощью солнечного оружия или способности, продлевая действия эффектов воссоздания и сияния, наложенных на вас. С ним, пока вы делаете убийство с помощью красной смерти, вы можете поддерживать эффект восстановления активным. Ну и с угольком утешения, с которым наложенные эффекты сияния и воссоздания действуют дольше. Фрагмент увеличит таймер восстановления с базовых 4 секунд до 6. В общем, в ПВЕ у винтовки хорошие перспективы для использования в солнечном подклассе, а в ПВП это как хороший выбор для казуальной игры, так и для командных режимов, в которых важна выживаемость. Со времен релиза финальной формы Красная Смерть прочно держится в топе самого часто используемого оружия в Гарниле и Испытаниях Осириса. Хоть я сам и не особо с ней управляюсь, не буду отрицать, что вижу ее в ПВП постоянно и убивают с нее меня там тоже постоянно. Так что скорее всего это все же хороший выбор и дело чисто в моих руках заточенных под револьверы и автоматы. Это был последний обзор из экзотов, вышедших с финальной формой, так что про экзотики говорить мы закончили, вернемся к ним только в третьем акте с новой пушкой. Не забудь лайк и подписку, а на сегодня все, удачи и до связи. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник.